Синагога, Бэтмедраж, помолиться, да, с утра, помолиться утреннюю молитву, видите, вот, тфилинчик, все, у меня такой праздничный, яркий тфилин, и помолиться, и после этого провести урок, и всего опоздать на 4 минуты, представляете, это просто удивительнейшая вещь, которую мы наблюдаем только в нашем поколении, только в нашем поколении мы увидели всю вот эту вот чудесную реальность, и как-то перестали ей радоваться, я считаю, что каждый день нужно благодарить Всевышнего за такое чудо, в котором мы живем. Значит, мы сегодня заканчиваем главу Вайгаш, заканчиваем главу Вайгаш, и эта глава, она такая базовая, да, она переходная, она показывает, показывает она, не эти процессы, которые, мне кажется, мы сейчас все проходим. Вот у меня есть такое ощущение, что мы проходим сейчас, вот этот же процесс, наше поколение проходит, потому что вот возникло государство Израиль, вот сейчас такие переселения, да, 5 миллионов, 6 миллионов человек выехали из, там, Украины, миллион из России, в такое, начинается переселение народов, представьте, это такого не было, вдруг, самая большая сейчас Алия за последние, там, десятилетия в Израиле, там, начали опять приезжать евреи из всех стран, то есть мы видим какой-то процесс, который очень-очень такой, для нас, для нас он удивительный, потому что мы в нем живем, да, но это уже было, и давайте почитаем в Торе, что нам Тора говорит про вот такие переселения, да, говорит нам Тора следующее, Значит, чтобы был этот урок, было, чтобы для Рифуашлама, для полного выздоровления Александра Бен-Эмиля, чтобы было полное выздоровление Рита Батбаса, чтобы все, кто нуждается в выздоровлении, чтобы они получили, получили дополнительные силы от того, что мы учим Тору, и чтобы Всевышний дал духовную силу всем, кто нуждается в выздоровлении. Значит, начинается, что, отрывок, в этой удаши, Аллах Лефанав, Эль-Юсеф Леорот Лефанав, Гошна, Боево Арца Гошин, значит, Яков приехал в Бершефу со всей своей семьей и принес жертвы там, где жил его отец Ицхак, на том месте, на том жертвенке, есть места, которые святые места такие, да, где Всевышний открывался к каким-то праведникам, и, вы знаете, есть, вот, например, молятся на Модилах праведников, в Рабинахман Гумани похоронен, значит, в Хеврон приезжают, там похоронен Авраам, Ицхак, Яков, значит, Модила Рахели. Почему молятся на Модилах праведников? Когда приезжают на Модилу праведников, там такое место, вот есть такое слово, мне оно не очень нравится, но оно четко показывает сущность таких мест, намоленное, знаете, намоленное место, то есть там много людей молятся, почему они там молятся, да, там есть какой-то портал в духовность, и они, когда туда, ты когда туда приезжаешь, то ты как бы попадаешь в свое лучшее состояние духовное и поднимаешься на, к этому порталу, то есть портал есть всегда, в принципе, так как Всевышний везде, портал есть в любом месте, и у тебя есть вход к нему, душа, но вопрос, находишься ли ты в том состоянии, когда ты можешь к этому порталу подключиться, как Яков и Исраэль, у него было два разных состояния, Яков это его земное состояние, Исраэль это его состояние, когда он подключен к порталу, и вот, значит, он приехал к Берешеву, помолился там, и Бог ему сказал, что ты можешь спуститься в Египет, не бойся, я с тобой, и он, значит, пошел в Египет, но перед тем, как он пошел туда, он послал перед собой Лефанав Иуда к Иосефу, Леорот Лефанав, Гошна, чтобы Леорот, слово это тот же корень, что слово Ора это обучение, Ор это свет, и Тора это обучение свету, да, как Тора Ор, Тора это свет, значит, получается, что он послал Иуду, чтобы там сделать освящение духовное, что за духовное освящение, говорит нам устная Тора, он послал Иуду построить там, то, что называется, дома учения, Бет Медраж, где Яков сможет обучать Торе следующие поколения, то есть, он его послал, чтобы было место, в организованное место изучения Торы, вот здесь я в Вене, прекрасное место, вообще невероятное, прямо зал такой, да, синагога, все, то есть, очень, это и есть суть еврейского народа, везде, в том месте, в котором ты находишься, в первую очередь сделать дом Ора, дом учения, где изучаться будет Тора, и тогда в этом месте еврейский народ может жить, сохраняться, где бы это ни было, портал создан, то есть, ты соединен со Всевышним. В Ваясор Юсеф Маркевато, и Яков, когда приехал к нему, Ваясор Юсеф, Юсеф, когда к нему приехал Иуда, он сразу лично сам запряг свою телегу, и поднялся он встречать Исраэля, папу своего, и, значит, показался перед ним, упал ему на шею, и плакал он на его шее, плакал он на его шее, и не написано, что Яков плакал на его шее. Говорит нам устная Тора, Яков, когда встретился с сыном, он в этот момент, что делал? Он в этот момент говорил, шма эстраэль, адуной лаэйну, адуной эхот. Он говорил, вот эту вот декларацию связи со Всевышним, слушай, Израиль, Бог всесильный, Бог один. То есть он, когда происходят разные события, приятные, неприятные, такие яркие события, то человек забывает про Бога. То есть он настолько увлечен и включается в события, что он не видит того, кто стоит за событием. И Яков, который был, главное для него это была связь со Всевышним, он в момент события, которое просто его человеческую часть уносит, уносит вообще, да, когда сын, которого ты не видел 22 года, которого ты думал, что он погиб, а он оказывается живой и властитель Египта, представьте. Это просто событие, которое нормального человека, оно эмоционально просто уносит. Яков что делает в этот момент? Шма эстраэль, адуной лаэйну, адуной эхот. Он видит Всевышнего за всем этим, он понимает, что все это сделал Всевышний. И сказал Исраэль Йосефу. Значит, Исраэль, он был в этом состоянии, Исраэль, в своем высшем состоянии подключения ко Всевышнему. И он сказал Йосефу, амута апааа. Он говорит, вот в этот раз я умру. И после того, как увидел я твое лицо, киудехахаи, что ты еще жив. Он говорит, в деле я счастлив, в деле я спокойно могу уходить из этого мира, потому что я понимаю, что жизнь моя была... Мне она казалась сложной, мне казалось, что ты умер, мне казалось, что ты потерялся, мне казалось, что мне плохо, а по факту это все была моя иллюзия. А теперь я вижу, что ты жив, что оказывается все хорошо. Это я сам в своей неправильной интерпретации, я как бы себе затемнил 22 года, потому что если бы Яаков, например, сразу бы верил, что Йосеф жив, например, да? То есть у него было из-за того, что он вошел в скорбь, у него закрылось видение. Когда он обрадовался, у него открылось пророчество. То есть он говорит, в общем, давайте по тексту идем. Он говорит, все, теперь я могу уходить из этого мира, когда вижу, что ты жив, все, у меня все отлично. И сказал Йосеф братьев и всему Дому Отца его, значит, идемте сейчас, скажем, поро, будем сейчас разговаривать с фараоном, и скажем ему так, что пришли ко мне братья и Дом Фараона, и мои братья, Дом Отца моего пришли в Едипет. И, значит, скажем ему так, что мы пастухи, были пастухами, всегда мы были пастухами, и, значит, когда он вас позовет, вы ему должны сказать, что вы кроме как пастухами ничем не можете заниматься. Почему? Потому что если вы будете пастухами, вы будете жить отдельно, вас никто не будет трогать, никто не будет вами командовать, никто не будет вас заставлять быть египтянами, потому что пастухи для египтян это, типа, ну, мерзость, да, такая. То есть для них животные эти были, как в Индии, например, да, вот вдумайтесь. Просто для примера. Коровы ходят по улице, священные животные ходят себе, ходят, ну, просто ходят по улицам коровы. И такие бродячие, дикие коровы. Теперь индийцы, они этим коровам поклоняются. И те люди, которые едят коров, пасут коров, ну, то есть не относятся к коровам как к их идолам, да, как к чему-то святому. В глазах индийцев они как раз эти люди очень такие, ну, пренебрегаемые, недостойные. И вот точно так же, значит, Иосиф говорит, если скажете, что вы только пастухи, египтяне будут вас презирать, и, значит, вы будете жить спокойно своей жизнью в земле Гошин, и все. Пришел Иосиф, сказал фараону, что папа и братья мои пришли вместе со своим скотом и так далее. Значит, взял он пять братьев фараону, Уснатора спорит, взял он самых слабых из них. Вернее, не так, Уснатора говорит, да, он взял самых слабых, только спорит Уснатора, кто из них был самый слабый. Представляете? А почему спорит Уснатора, кто из них был самый слабый? Потому что мы не можем определить, какой человек слабый, а какой неслабый. Рамбан в письме своему сыну, он был такой великим мудрец, Рамбан, тысячу лет назад он жил. И он писал своему сыну, он говорит, ты должен с уважением относиться к каждому человеку, абсолютно каждый человек в чем-то превосходит тебя. Если ты богаче его, например, да, если он богаче тебя, значит Бог ему дал богатство. Если он умнее тебя, значит Бог ему дал ум. А если он не богаче и не умнее тебя, так он, значит, скорее всего, праведнее, чем ты. А если он даже не праведнее, чем ты, так может быть он ближе к Всевышнему, потому что Всевышний его, с тебя он спрашивает за каждое, там, ты же знаешь, что такое, да, за каждое действие. А он, значит, простой человек, значит, он меньше грешит перед Всевышним, чем ты. В общем, Рамбан своему сыну сказал, что ты должен с каждым человеком относиться уважительно, зная, что каждый человек в чем-то превосходит тебя. И интересно, что самые великие мудрецы еврестии, Гилель, например, или Рамбан Йоханан бен Закай, про него сказано, что он, не было человека, который успевал ему первый сказать шалом. Он каждому человеку первый говорил шалом, здравствуйте и так далее. Что мы отсюда видим, что когда устная Тора спорит, какие из братьев были слабее, сложно определить, потому что в чем-то слабее, в чем-то сильнее. Значит, дальше. Пришли они к фараону с этими пяти братьями, сказали, что они пастухи, и сказал фараон Йосефу. Папа и братья пришли к тебе, да? Да. Значит, вот земля перед вами, значит, ну, он же видел, что Йосеф такой грамотный, да, управляющий. И что? Значит, пускай, говорит, твои, ладно, если они только пастухи, пускай они тогда пасут и мои что-то там пасут, то есть как-то их займи. То есть любой умный правитель, любой умный правитель, он ищет себе в команду самых сильных людей, потому что если у него команда слабая, то он проиграет. То есть здесь это как бы понятное дело. И фараон, его самым большим было счастьем, что он нашел Йосефа, управляющим Едиптом. И он думал, вот сейчас пришли его братья, отец, значит, сейчас будет то же самое. Но Йосеф понимал, какая большая опасность является быть правителем при дворце у фараона. Это огромная опасность. Царь Саванон, он просил, просил у Бога, чтобы не делай меня слишком богатым, да, и не делай меня слишком бедным. Накорми меня законным хлебом, так он просил. Он понимал, что испытание бедностью, испытание богатством, это очень огромное для человека воспитание, которое он чаще всего не выдерживает. И испытание богатством намного более сложное. В богатстве люди чаще забывают Всевышнего, забывают, что такое добро и так далее. В общем, Йосеф не хотел, чтобы братья работали при дворце у фараона. И интересно, что из всех братьев Йосеф умер первым, хотя он был почти самый младший, только Бенемин был младше, чем он. Он умер самым первым из всех братьев. И Талмуд нам говорит, что властвовать над людьми сокращает жизнь. Потому что ты во время власти над людьми все равно ты вступаешь постоянно в какие-то конфликты с людьми. И каждый конфликт, когда человек про тебя плохо думает, плохо злится на тебя и так далее, он может сокращать жизнь. Это очень серьезная вещь такая, вот эти все конфликты с людьми. Я только вчера слушал один урок Торы, и там рассказывал Равин, рассказывал, что у него в Йешиве был один парень, который никак не мог жениться. Уже все женились, а ему уже 26-27 лет, ну по меркам Йешива это уже поздно. И он хотел жениться, он встречался с девушками, и у него каждый раз что-то рушилось, рушилось. И он пришел к Равину, пришел он к Равину, не помню как фамилия. И он к нему пришел, говорит, почему я не могу жениться, дайте мне благословение. Он говорит Равину, а ты вспомни, ты кого-то обидел, может быть ты кого-то сильно обидел, человек тебя не простил. Тот говорит, ну может быть я там лет 10 назад на Пуре парня одного из Йешива, я как-то над ним пошутил. И получилось, что я его опозорил при всех, и он на меня сильно обиделся. Тот ему говорит, найди его, и пускай проси у него прощения, пока он тебя не просит. Не простит. И он, этот парень, нашел того, который 10 лет назад на него обиделся. Просил у него прощения. Тут действительно 10 лет прошло, он помнил этот позор, который получил. Он сильно обиделся. В итоге он его простил, он уговорил его простить, и в течение 3 месяцев он, значит, нашел себе невесту и женился. После того, что у него это не получалось в течение 5 лет почти. Вот так вот. Поэтому, когда человек властвует, он не может, значит, не может никого не обидеть. Вот мы дальше видим, что произошло. Все, братья поселились в земле Гошин, значит, и... А тут еще интересный момент, мы пропустили. Привел Иосиф Якова, своего папу, к фараону. Тоже приходит Яков к фараону. Ве и варех Яков эт поро. И благословил Яков фараона. Значит, как он его благословил? Говорит намус Неотора, он ему сказал шалом, шалом аллехим. Шалом аллехим это благословение. Когда ты говоришь, мир на вас, это ты уже благословляешь человека. А он тебе отвечает, аллехим шалом, на вас мир тоже. Это как бы два человека друг друга благословили. Мир это самое большое благословение. И вот Яков говорит ему, шалом аллехим, фараону. И сказал фараон Якову, сколько лет тебе? Кама ямэй шнейха еха, сколько лет тебе? А Яков, видно, был такой очень пожилой. И сказал Яков фараону, Ямэй шнейм и гурай шлошим у мэат шана. И говорит Яков фараону, лет жизни моей 130 лет. И мэат, это малочисленные в Ираим и плохие были дни жизни моей. И не достигли они дней жизни моих отцов. Там, где они жили. Говорит нам устная Тора. Очень-очень поступил Яков в этот момент неправильно. Да, он был, видите, здесь он был не Исраэль, а Яков. Он был в своем человеческом таком состоянии. И он начал жаловаться фараону, что были его дни жизни малочисленные и плохие. Начал он жаловаться. Знаете, ой, как дела-то, лучше не спрашивай. Плохо, не так, как было у моих отцов. Действительно, Авраам Авину прожил 175 лет. Ицкак прожил 180 лет. А Яков прожил 130 лет. Он здесь сказал, что ему 130 лет. А в итоге он прожил 137 лет, еще 7 лет. То есть он не дожил до Авраама. Получается, 43 года он не дожил до Авраама. Если мы посчитаем, сколько слов в его ответе, когда он жаловался, да, то окажется, что... Что раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Там 15 слов. А как же так? А он прожил на 30, получается, 3 года меньше, чем... 137. На 43 года меньше, чем Авраам. А тут всего 15. В общем, смысл, что... Это очень красивый ответ. Он прожил намного меньше, чем его праотцы, за то, что он жаловался фараону. А почему он жаловался фараону? Потому что... Там не так. Почему слов не совпадают? Потому что мы добавляем к его ответу, который нельзя было так отвечать, да, что жаловаться и говорить плохо. Мы добавляем к его ответу слова в вопросе фараона. А за что он меньше живет? Что его какой-то фараон спросил, какое-то количество слов, отвечают так, что он так выглядел, что фараон спросил, что ж тебе так плохо-то, да, что ж ты так выглядишь, что тебе... Сколько ж лет тебе, дедушка? Он его спросил. Потому что Яков, он действительно за те годы, 22 года, которые он страдал по Иосифу, он выглядел... Ну, постарел, да, выглядел плохо. То есть, когда человек находится в горе, то он, естественно, очень сильно стареет. У него иммунитет плохо работает. Когда человек недоволен, когда человек жалуется, когда он видит вот эти пессимисты-негативщики, они жутко страдают, постоянно страдают. Это как постоянная зубная боль. И поэтому Тора нам говорит, нужно быть, улыбаться, радоваться, быть счастливым, благодарным, видеть хорошее. То есть, этим ты притягиваешь к себе хорошее, ты прославляешь Всевышнего. Это вот мы учим из этого места, что нельзя жаловаться. Ваеварех, и заканчиваем мы отрывок, Ваеварех, Якова от Паро. И опять благословил Яков фараона, Ваецем и Лефнейм Паро. И вышел он от фараона. Говорит нам устная Тора, как он его благословил. Он его благословил на выходе, что будет Нил к тебе подниматься, да, чтобы в Ниле всегда была вода. И с тех пор, когда фараон подходил к Нилу, вода поднималась. Представляете, какая сила была у Якова. И очень часто человек, он не понимает, какая сила у него в словах. И он говорит, мне плохо. И он в этот момент не описывает реальность, да. То есть он не описывает то, что у него есть, а он создает то, что у него будет. Теперь, как можно ответить по-другому? Как ты себя чувствуешь? Хотелось бы намного лучше. Это же другой ответ. Плохо. И хотелось бы лучше. Это разные ответы. Хотелось бы лучше. Хочу лучше. Это тебя продвигает. Плохо. Это тебя фиксирует. Как Рэбе говорил, да, Любави Чистей. Это не больница. Это не место, где болеют. Это дом выздоровления. Это место, где выздоравливают. Ты идешь, когда к врачу, ты идешь в дом выздоровления. Понятно, да? Это очень важные такие нюансы. Хорошо. С Якова мы закончили. И написано, что было дальше. Поселились евреи в земле Гошин. Поселились в земле Гошин. А что в Египте? А в Египте голод. И пришли все египтяне к Иосифу. И говорят, дай нам хлеба. Почему мы должны умереть? Нет у нас денег. Уже все закончилось. Они вначале покупали хлеб. Нету больше. Все, закончились деньги. Дай нам хлеба, они ему говорят. И сказал Иосиф, давайте, пожалуйста, у вас есть стада. Сдавайте стада в загоны фараона. Отдали они ему стада. У Иосифа было чем эти стада кормить, как за ними ухаживать. Все, как раз стада все собрались под властью фараона. Он им дал хлеб. Заканчивается у них хлеб. Пришли, значит, пришли они к нему снова. Что дальше? И сказали, все, нет, у нас опять закончилось. Закончились деньги, закончились стада. Что нам делать? Зачем мы умрем? Иосиф им говорит, хорошо, у вас есть земля. Давайте сдаем землю в государственную собственность фараону. Сдали они всю землю фараону. Иосиф дал им землю, дал им хлеб, землю, все. Вся земля собралась у фараона. Теперь, значит, вся земля принадлежит фараону, все стада принадлежат фараону. Люди уже пришли и говорят, значит, все, нет у нас ничего. Что нам делать? Он им говорит, ну все, продавайтесь фараону, теперь вы собственность фараона. Они говорят, отлично, то есть если это нас спасет. Мы согласны, нам лучше быть живой собственностью у фараона, чем мертвыми людьми. И, значит, скупил он всех египтян, скупил он, и все принадлежит фараону. Фараон сидит вообще у себя во дворце в пирамиде, залез на пирамиду и радуется. Он говорит, вот я себе нашел директора, да? Вот это директор полностью, теперь все принадлежит мне. И тут Йосеф, мудрейший правитель, он говорит людям, смотрите, вы все принадлежите фараону, вся земля принадлежит фараону. Теперь давайте так, те, кто жили здесь, переселяются туда. Он поменял всех жителей всех городов, чтобы они не страдали, что у них теперь нет земли. Вот это поле было моего папы. Они все переселились на новые места, и, значит, он им говорит, вот вам новая земля от фараона. Земля принадлежит фараону, вот вам засевать землю принадлежит фараону, все принадлежит фараону. Значит, а вы платите фараону 20% от своих урожая. Налог 20%, довольны? Они такие довольны, счастливы, значит, все. И он обложил всех 20% налогом, дал всем засевать семена, и закончился голод. Голод был всего лишь два года, голод закончился, да? И что? Голод закончился, и сказали, сказали они, все отлично, ты нас спас, и были они рабами все фараону. И поставил это Йосов законом до сегодняшнего времени, 20% вот этот налог, я думаю, что почти во всех странах мира есть налог на добавленную стоимость, который идет государству. То есть, если ты что-то производишь, деньги, услугу и так далее, то ты 20% платишь государству. Где-то 18% плюс-минус, но близко к 20%. Значит, только земли Куанин священников, он не обложил этой данью, оставил священникам их земли, и, значит, осел Исраэль в земле египетской, в земле Гошин, и начали они плодиться и размножаться очень-очень сильно в земле Гошин. Все, закончилось формирование еврейского народа, и они начали в земле Египта развиваться, развиваться, развиваться. В итоге мы дальше узнаем, что было дальше, мы узнаем дальше, в следующих главах. Получается, получается, что мы увидели гениального управленца, руководителя, который сумел управлять всей землей Египта. И мы увидели его совет, как гениального управленца, что евреи, вся его семья, Яаков и все остальные сыновья, они не должны были этим заниматься, они должны были учить Тору и сидеть в земле Гошин, и не смешиваться, пасти скот, и, значит, вообще не показываться оттуда. Это был план Юсефа. Это был план Юсефа. И, в принципе, получается, что у человека в жизни есть два варианта, два варианта таких основных. Или ты посвящаешь свою жизнь духовной работе, минимизируя свое присутствие в этом мире, минимизируя накопление, минимизируя там землю, минимизируя все связи с материальным миром и связывая себя только со Всевышним, да, стоять рабом Всевышнему. И в этот момент Всевышний о тебе позаботится. То есть, те, кто стали рабами Всевышнему, есть пример, я хотел привести сегодня, чуть мы сегодня дольше, но я сейчас закончу на этом примере. Есть пример, была такая Ешива Мир. Ешива Мир, она была в польском городке Мир, там в этой Ешиве учились, ну, самые такие, была Ешива, центр еврейского такого духовного мира, они только учили Тору. И вот в 30-е годы начинается война, фашисты захватили Польшу, и этот мир уходит к немцам. Разделили пользу. Была две недели была на то, чтобы выехать, надо было принимать решение, что делать. И был тогда Рафхайм Шмулевич, он был глава Ешивы Мир. Он сделал то, что называется Гораль Агро, жребий по Веленский Гаун советовал, ну, как бы его метод. Они открыли Танах, и в Танахе было написано, что я вас перенесу, как на крыльях. Открылся отрывок из Торы, что Всевышний будет нести, как на крыльях, заботиться будет, да? То есть был явный знак, что нужно уезжать. Ешива собирается и выезжает в Литву из, значит, из Польши. Теперь в Литве было две недели, когда можно было выехать из Литвы, и был, ну, некуда было выехать. Никакие страны не принимали евреев. То есть фашисты евреев уже начали уничтожать, а никакие страны евреев не принимали. И был, вдруг появляется в японском консульстве, японский консул, который вопреки воле своего правительства, которое было союзниками Германии, начинают выдавать евреям визы. И он выдать успел за две недели 6 тысяч японских виз. Но в Японию не пускали, но по этой визе можно было выехать из Литвы в Советский Союз и ехать сквозь Советский Союз в Шанхай. И это Ешива, Ешиват Мир. Они успели получить, там было 300 учеников Ешивы, они успели получить эти визы у этого японского консула, который очень интересная история. Вот он просто лично, человек, решил начать спасать евреев. Вопреки, пока его не сняли с работы, это японское правительство, он успел спасти 6 тысяч человек. Теперь, значит, они получают эти визы. Едут через Советский Союз на поезде. Всю дорогу они только учат Тору. И единственная забота, главная, которая их волнует, это как соблюдать шаббат при пересечении, там, часовые пояса. В общем, проезжают они через лес Советский Союз, приезжают в Шанхай. И приезжают они в Шанхай, значит, и там в Шанхае стоит закрытая синагога на 300 человек, 300 мест. Закрытая синагога ровно на количество мест, такое же, чтобы им можно было зайти и учиться. Она стояла несколько лет закрытая. Почему? Там был в Шанхае, был один еврей, который занимался бизнесом и который абсолютно ничего не соблюдал. И тут ему ночью во сне начинает приходить его покойный папа и говорит, сынок, как же так, значит, ты по мне кадешь, не читал, все, значит, надо как-то что-то сделать для меня. И, в общем, этот еврей, ему эти сны снились, он построил синагогу, хотя в Шанхае не было на тот момент даже меня на 10 евреев. И только он построил синагогу, стоит закрытая синагога, некому в ней молиться, приезжает 300 человек к Ишивамир, проводят в этом Шанхае, в этой синагоге, проводят несколько лет. И потом они все переселяются в землю Израиля. При этом у них не было денег, они не занимались бизнесом, они ничем не занимались. Они только учили Тору, полагались на Всевышнего. Это один метод. И Юсеф, он сказал, что вам лучше жить в земле Гошин и заниматься этим. Пройти так жизненный путь намного, нельзя сказать намного проще, но это вариант, один из двух главных вариантов. Заниматься духовной работой, Бога о тебе позаботится. Второй вариант, это путь Юсефа. Юсеф, он был такой менеджер, управленец, руководитель. Он умер раньше, чем все остальные братья, у него не было свободной минуты. Он все время занимался, это же нам кажется, что управлять, быть премьер-министром это легко. Это ни минуты ты не спишь. У тебя целая огромная система государственной власти, она находится постоянно под твоей опекой. И каждый в этой системе элемент норовит развалиться и превратиться в хаос. И ты должен, если ты хороший управленец, ты должен эту систему держать постоянно, управляя людьми, занимаясь людьми, подбирая людей, следить за людьми. Потому что люди бывают злонамеренные, хотят украсть, хотят то, хотят разрушить. То есть быть управленцем, это очень сложная вещь. Все, дорогие друзья, значит, очень важно, Тора нам дает свет. Учение свет, мы понимаем, начинаем понимать, как работает. А уже свобода выбора остается у человека. Какой путь ты себе выбираешь, что ты собираешься делать. Это твой выбор, твой путь. Сейчас у нас впереди шаббат. Значит, всем желаю шаббат шалом. Шаббат шалом, чтобы было именно, как Яков благословлял фараона, шалом аллейхем. Также, чтобы был шалом аллейхем, шаббат шалом. Чтобы было у всех шалом в душе, шалом в семье, шалом в мире. Чтобы мы удостоились после этих всех потрясений пожить в мирном времени, когда закончится эта война. И всем будет опять снова хорошо, весело. Чтобы мы уже в следующий раз благодарили Всевышнего прямо каждую минуту, каждую секунду. Все, всем удачи и успехов. Чтобы Всевышний услышал ваши молитвы и выполнил для вашего блага. Все, счастливо. До свидания.